Здравствуйте дорогие друзья, подъехала финалочка iOS 11.2.5. Что нового, что с производительностью, автономностью, боговитостью и прочими вещами вы узнаете в этом видео. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Апдейт получился скромным, особенно для размахов в 7 бет. Кстати, седьмая бета была Golden Master и без изменений стала финальной прошивкой. Так что если вы сидите на бета-тестировании, то только вам обновление не придет. Все в порядке. Занимает прошивка от 200 до 400 мегабайт на диске в зависимости от устройства. Главным нововведением системы стала поддержка HomePod. Старт продаж умной колонки за нескромные 350 долларов, а в наших реалиях это будет еще больше, намечен на 9 февраля. Но это только для США, Великобритании и Австралии. К примеру, во Франции и Германии приобрести новинку можно будет только весной. Россия, я думаю, тоже будет в весеннем списке. Вообще, за последнюю неделю было вброшено большое количество информации касательно HomePod. Самое интересное, верхняя панель сенсорная, с кучей жестов под разные задачи. Настроек в операционке тоже немало. Среди них есть эквалайзер, рекомендация, выбор контента, визуально-обратная связь и жесты управления. В iOS 11.2.5 была интегрирована главная заплатка безопасности, о которой шумели СМИ последний месяц. Закрыты уязвимости Meltdown и Spectre, благодаря которым гений мира сего могли похитить все ваше нажитое непосильным трудом добро со смартфона или планшета. Снижения в производительности нет, никому не верьте. Грид как подлагивал, так и подлагивает. А еще в бруйскоговорящую серию добавили функцию воспроизведения новостей из подкастов CNN, Washington Post и прочих источников. В странах СНГ, разумеется, эта штука не работает. По крайней мере пока. А еще исправили серьезный баг, при котором негодяй мог вам отправить месседж со специальной ссылкой через штатное приложение сообщения, после которого смартфон зависал мертвым грузом, а после перезагрузки сама программа iMessage переставала конкретно работать. Приходилось шаманить с переходами на странные сайты. Список остальных изменений можно было почитать в описании обновления или просто поставьте ролик на паузу. Ошибок исправлено немало, из существенного убрали подвисание виджете плеера в пункте управления. И не всегда корректное отображение информации при входящем вызове. Пробежимся по производительности. Результаты тестов Geekbench 4 и в Antutu на iPhone X на экране. iOS 11.2.2 я тестировал на iPhone 7 Plus, но если сравнить с iOS 11.2, то особо разницы нет. Главное, что медленнее работать не стало после исправления уязвимостей. Полевые сравнительные тесты с последним финальным релизом iOS 11.2.2 показали, что разницы в скорости работы операционной системы и запуске приложений нет. Так что всем тем, у кого стоит iOS 11 и кто не ждет jailbreak на имеющуюся на устройстве прошивку, устанавливать iOS 11.2.5 обязательно. Куда интереснее было посмотреть прогресс в плане развития iOS 11 по сравнению с последней прошивкой iOS 10. А в нашем случае это 10.3.3. Результаты будут неутешительны для владельцев iPhone 5s и iPhone 6. Они станут работать медленнее. Владельцам более новых устройств обновляться можно. Что касается времени автономной работы, то на iPhone 10 за 3 дня тестирования могу смело заявить, что хуже не стало. Лучше? Сложно сказать. Не объективно рассказывать об ощущениях. Владельцы прочих устройств можете поделиться впечатлениями в комментариях. В грядущем крупном обновлении Apple готовит свежие настройки с возможностью отключать программное замедление iPhone с деградирующими батареями. Впрочем об этом мы уже не раз рассказывали на канале. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Огромное спасибо за лайки и приведенных друзей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.